В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляевой. Сегодня у нас в гостях Алексей Секин, Рязанский межрайонный природоохранный прокурор, Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Здравствуйте. Алексей Геннадьевич, какие нарушения чаще всего выявлялись прокуратурой в этом году? В этом году прокуратура наибольшее количество нарушений выявлено в сфере обращения с отходами. Под отходами мы понимаем, следует понимать, и те доходы, которые образуются гражданами нашей города и области, это твердые коммунальные отходы, и отходы промышленных предприятий, и медицинские отходы, биологические отходы. В каждой из этих сфер прокуратуры были обнаружены значительное количество нарушений, и все граждане, все юридические лица были привлечены к установленным законам ответственности. Наибольшее количество нарушений, я бы сказал, системные нарушения в области обращения с отходами, были в скрытой прокуратуре в сфере обращения медицинских отходов. То есть есть жесткие правила, есть санитарные требования к порядку сбора, допустим, к шприцам. Они должны быть разобраны в виде, они должны пройти в лечебных учреждениях предварительную обработку, должны быть упакованы в соответствующий упаковочный материал, и только потом поступать на фирму, которая занимается сбором и обращением с медицинским отходом. К сожалению, мы, когда проверяли фирмы, которые получают от медучреждений эти медотходы, мы увидели выпивающие нарушения. То есть шприцы были с остатками крови, хранились без какого-либо укрытия от осадков, хранились непосредственно в близости от жилых помещений. Чем это опасно? То, что они недалеко от жилых помещений хранились? Это опасно тем, что даже та территория, на которой складировали эти отходы, она не была огорожена надлежащим образом, и не был предотвращен доступ неопределенного круга лица. То есть доступ был возможен всем, проходящим мимо. То есть ворота даже не имели запорной какой-либо арматуры, не было там ни замков, и я уже не говорю про осторожей. И все это находилось фактически в открытом доступе. Поэтому здесь выявлены системные нарушения в порядке сбора, хранения и перевозки отходов, и, конечно, здесь прокуратуры и дальше будут приниматься меры до тех пор, пока мы не убедимся, что данная деятельность организована надлежащим образом. А вот эти предприятия, они частные? Да. Каждый пакет с отходами медицинскими должен быть обиркован. Он должен быть определенного цвета. На обирке должно быть указано наименование учреждения. Я сейчас не говорю про медицинские учреждения в системе министерства здравоохранения нашей области, потому что медицинские отходы образуются и у частных клиник, и стоматологические, и косметологические, и так далее, и так далее. И, для примера, скажу, из 150 мешков с отходами бирки были только на двух. Все остальное было в картонных коробках, в всевозможных бытовых пакетах, которые потеряли уже свою целостность. То есть, кто во что гораздо сдавал эти отходы. И самое опасное, что эти отходы принимались. То есть, если бы эта фирма, которая получила соответствующее разрешение на обращение с отходами, запрещала передавать им в таком состоянии, я уверен, что медучреждения начинали упаковывать и обеззараживать медотходы надлежащим образом. Но было системное нарушение по всей цепочке обращений с этими медицинскими отходами. Вот это было установлено в прокуратуру. Но все-таки самое страшное, что могли люди, наверное, заразиться. Конечно, получить травмы, заразиться. Если шприцы в массовом порядке находились, это дети могли играть. Могли, значит, неизвестно, что там в этих шприцах находилось. Поэтому здесь, конечно, в прокуратуре были приняты меры прокурорского региона, чтобы это предотвратить. И впредь и исправить на сегодняшний момент. Доказание какое было для этих фирм? Пока административное. То есть, если мы увидим ущерб или угрозу причинения вреда, здесь, конечно, принимаются меры реагирования, направленные на направление материалов для процессуальных проверок. Но пока ущерб или угроза причинения какого-либо вреда гражданам у нас не было установлено. Поэтому мы ограничились с принятием мер административного воздействия. Одна из таких тем последних – это история с речкой Керть. Расскажите, пожалуйста, ее подробнее. И в каком состоянии была река, когда первый раз вы приехали туда? Информация стала поступать в конце июня этого года в органы контроля. Это в Министерство природопользования, это в Росраболовство. В связи с тем, что острота момента не спадала, то есть количество жалоб не уменьшалось, даже после того, как прошли проверки природоохраны в органах контроля, прокуратура было принято решение о том, чтобы объединить усилия всех в органах контроля и включиться в самую проверку, и выехать на место уже определить. А что там все-таки произошло? В связи с тем, что необходимо было досконально изучить эту территорию, вначале мы пригласили всех контролеров, глав муниципальных образований в предохранную прокуратуру, рабочие встречи провели, и включили в обследование те объекты, которые, возможно, могут являться источниками загрязнения, чтобы поэтапно исключить те или иные негативные влияния на водный объект. То есть было установлено, что лицо незаконно пользуется водой и выращивает газонную траву, было указано необходимости провести проверку в связи с тем, что, может быть, он какие-то химреактивы использовал, и они стекали в водный объект. Была обнаружена незаконная свалка на водоохранной зоне этой реки, значительное количество которой находилось в непосредственной зоне влияния реки, ну и по рельефу местности от нее могли стекать стоки зараженные, в том числе там находились и промышленные отходы с предприятий биофармкомбинат. Значит, была обследована также сельскохозяйственная деятельность, ряда предприятий, которые размещали незаконно с нарушением требований природоохранного законодательства отходы животноводства на территории, что тоже могло повлиять негативно. Значит, был сделан однозначный вывод о том, что да, данные предприятия нарушали требования природоохранного законодательства, но их незаконная деятельность и их размещение отхода не могли повлиять на, в такой степени не могли повлиять на состояние реки. Сделан однозначный вывод о том, что данная ситуация возникла в результате незаконной деятельности, точнее нарушения деятельности использования водоочных сооружений предприятием биофармкомбинат. И лабораторные анализы сброса сточных вод, они это подтверждали. То есть в настоящее время будет проводиться, я уверен, что будет продолжена исковая работа, был уже подсчитан материальный ущерб, причиненный водному объекту. В настоящее время нам надо будет посмотреть еще раз на эту реку, ее состояние, то есть оценить в том числе и состояние донных отложений, чтобы исключить возможность вторичного загрязнения, потому что при залповом загрязнении, как правило, донные отложения выбирают в себя часть загрязняющих веществ, и когда уже сама река очистилась, начинают потихонечку отдавать это все, и получается вторичное загрязнение. То есть сам источник загрязнения локализован, но вот то количество загрязняющих веществ, которое впитало в себя, так скажем, река, ее донные отложения, они начинают фонить и начинают оказывать негативное влияние на воду, продолжать. Этот процесс может длиться годами. То есть нам надо посмотреть, это не быстрый процесс, то есть да, мы примем меры и принимаем меры к данному предприятию, но нам надо посмотреть, как будет жить река дальше. Будут испытывать люди негативное влияние? Нет. Ну, в данном случае мы сейчас начнем, опять же, с лабораторных анализов, то есть в каком состоянии река сейчас. И поставим, конечно, контроль очистных сооружений деятельности этого предприятия. Уже было высказано мнение о необходимости, если есть вопросы компетенции, точнее, его недостаток компетенции в организации водоотведения, у нас есть хорошие примеры на территории области, которые с хорошими специалистами-хемиками, которые были достигнуты, хорошие показатели в части очистки промышленных стоков, начальных сооружений и сброса уже качественной воды. То есть мы готовы оказать всем, не только этому предприятию, какую-то консультационную помощь, где мы, на наш взгляд, по тем показателям, где мы, значит, проводили проверки, достигнуто состояние законности. То есть пока трудно сказать, сколько еще задержится этот неприятный запах? Неприятный запах, он прошел. Его сейчас, на сегодняшний момент, то есть вот по заверениям граждан, которые обратились ко мне на личный прием, запаха нет, осталось, значит, вот неприятный, именно неестественный цвет воды. Но я говорю, сейчас надо будет разобраться-то, что является ли это результатом вторичных загрязнений, или идут сбросы и загрязнения предприятия вновь. В этом году жители летом снова беспокоил неприятный запах, но на этот раз не промышленные предприятия, а горевшие отходы от деятельности бывшей птицефабрики. Вот насколько серьезный урон экологии нанесен? Да, был установлен факт возгорания отходов птицеводства. Данные отходы размещались до 2014 года на территории, которая в настоящее время эксплуатируется воинской частью. То есть в настоящее время после получения информации о том, что существует вероятность длительного загрязнения данного массива, прокуратура также с выездом на место во взаимодействии с военной прокуратурой, был и орган контроля, МЧС, было проведено рабочее совещание на месте. Были определены перечни необходимых мероприятий, которые призваны обеспечить невозможность возгорания. Здесь помимо незаконного размещения отходов, также были природно-климатические условия. То есть жаркая погода, отсутствие дождей, это все привело к возгоранию этих отходов. Сейчас будут приниматься действенные меры, направленные на удаление отходов с данного участка местности. Люди, которые приходят к вам, например, чаще всего на что жалуются? Отходы. Я бы разделил основные отходы. Затем это атмосферный воздух и состояние качества сбрасываемых вод. А на воздух жалуются кто? Рязанцы чаще всего? Рязанцы. Нам предложено принять порядок взаимодействия в правительстве Рязанской области, в министерстве предупользования, точнее, в подвесном учреждении, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Росгидромет, порядок взаимодействия при выявлении или при получении жалоб граждан на состояние и качество атмосферного воздуха. То есть, чтобы был оперативный обмен информацией, чтобы был своевременный оперативный выезд на эти точки, которые указаны нашими гражданами, чтобы было оперативное принятие решения. Потому что в ряде случаев прокуратуры выявлялись факты обращения граждан в уполномоченные органы на ненадлежащее качество атмосферного воздуха, а выезд в лабораторное сопровождение и отбор проб осуществлялся спустя 5-10 дней. То есть, это говорит о том, что объективно рассмотреть обращение гражданина невозможно. Да, возможно, органы примут решение в рамках рассмотрения жалобы. Но результаты ее заведомо говорят о том, что информация будет недостоверна. Нельзя выезжать на фиксацию объектов зарезнения, которые утрачиваются, и их восстановить нельзя. Их нельзя как-то описать, их нельзя закрепить показаниями свидетелей. Это надо только лабораторное сопровождение. Надо фиксировать именно определенные аппаратуры. Если этого не делается, значит, жалобы по существу не рассмотрены. И обязательно надо смотреть за приоритетными загрязнительными веществами. То есть, это те, которые 5 и более лет фиксируются на территории города или области. Если у лаборатории, у органов контроля не аккредитовано на данные вещества, то говорить о качественном всестороннем полном исследовании, рассмотрении жалоб, нам тоже не приходится. В прокуратуре были приняты меры прокурорского регирования, и по результатам которых лаборатории и министерства предупреждения были дооснащены именно с целью того, чтобы измерять состояние качества атмосферного воздуха по тем приоритетным загрязнительным веществам, которые фиксируются наиболее часто на территории города Рязани. Но, тем не менее, пока никаких результатов эти проверки не дали. Результаты есть. Прошлогодняя проверка, которая проводилась именно прокуратурой, и сотрудники нацелены были на выявление именно незаконных источников загрязнения. Не на нарушение при составлении каких-либо документов, не на внесение сроков оплаты и так далее, а именно на те факты, которые негативно влияют на качество атмосферного воздуха. То есть непосредственно влияют на состояние окружающей среды и среду обитания наших граждан, на нас с вами. Поэтому было выявлено порядка 20 незаконных производств, в том числе литейных, которые с нарушением требований предохранного законодательства осуществляли свою производственную деятельность, непосредственно влияя негативно на качество атмосферного воздуха. И это не мелкие предприятия. В гостях программы «Городские встречи» был Алексей Секин, Рязанский межрайонный природоохранный прокурор, Боржской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин